добрый день всем кто меня ждал на моем канале спасибо вам что остались со мной всем кто писал и скучал по моим гороскопом теперь вы сможете смотреть мои гороскопы также в тик токе там канал новый и у меня пока там нет подписчиков они конечно же нужны для развития канала поэтому приглашаю вас всех подписаться на мой канал в тик токе ссылку я оставлю под этим видео там мы с вами сможем чаще общаться и позже проводить онлайн расклады таро расклады и вы сможете там задать свои вопросы и конечно получить ответ на ваши вопросы прямо во время эфира ну а теперь долгожданный гороскоп для львов на июль 2023 года постараюсь быть предельно краткой у вас дорогие львы в этом месяце выделен девятый дом это за границы юридические вопросы путешествия далекие поездки мировоззрение обучение двенадцатый дом дом прошлого одиночества тайн шестой дом здоровья работы первый дом этого сами ваша личная жизнь и второй дом денег но давайте обо всем по порядку начинается месяц полнолуния которая происходит 3 июля в вашем шестом доме работы и здоровья а полнолуние как вы знаете всегда дает ясность завершение понимания и именно в тех вопросах ответы на которые вы искали последние несколько месяцев например переживали уволят вас с этой работы или нет найдете вы работу или нет вот сейчас станет все понятно аналогично по здоровью если вас что-то долго беспокоило вы проходили обследование сдавали анализы то сейчас вам поставят диагноз или начнут лечение и будет понятно что и как нужно лечить это может быть у кого-то и выздоровление завершение лечения если вы занимались собой но самое главное что даст полнолуние то это понимание того что должен быть баланс вашей жизни между работой и каждодневными делами и здоровьем и вашими обязанностями у кого-то может завершиться трудовой контракт закончится какой-то проект над которым вы работали могут меняться условия работы что-то может меняться на работе график обязанности либо же закончится служебный роман домашние животные тоже могут потребовать от вас для того чтобы вы ими занимались и приняли какие-то решения например вы куда-то будете пристраивать вашу кошечку собачку на время отпуска и 9 июля меркурий меркурий будет находиться в благоприятном аспекте к нептуну дорогие львы а это показывает что кто-то из вас сможет вблизи вот этой даты осуществить вашу давнюю мечту о которой вы много думали это время когда вы можете решить и самым успешным образом решить вопрос который связан с деньгами с получением определенных денег возможно долгов но скорее всего это будет не то что лежит на поверхности это будут какие-то тайные деньги скрытые доходы и марс 10 июля перейдет ваш второй дом денег а это означает что кто-то из вас будет усиленно зарабатывать и хвататься за любую работу а кого-то марс наоборот заставит тратить тратить и тратить свои деньги кто-то будет тратить деньги например на свой отпуск на какие-то поездки удовольствия развлечения а кто-то будет тратить деньги на свое здоровье и обучение но так как венера планета комфорта любви удовольствия все еще находится в вашем знаке дорогие львы то венера потребует уважения и потакания своим желанием лев знак царственной и дешевыми вариантами вам уже не обойтись вы любите чтобы все было на высшем уровне любите пустить пыль в глаза и это правильно один раз живем и конечно же надо себя баловать господа не жалейте денег отдыхайте с размахом еще в этот день будет противостояние меркурия и плутона меркурий в вашем двенадцатом доме прошлого и завершения а плутон вернулся ваш шестой дом работы и здоровья а это означает что возможно кто-то вновь может вернуться на прежнее место работы к прежним обязанностям прежним делам но это может быть также и окончательное решение о завершении вообще трудовой деятельности трудовой карьеры вы можете решить поменять работу поменять условия работы поменять должность потому что ваше здоровье например важнее конечно же кто-то будет пересматривать свой образ жизни например навсегда откажется от вредных привычек которые пагубно влияют на ваше здоровье кому-то понадобится диета а кому-то понадобится более спокойная работа которая сейчас отнимает у вас все ваши силы на кто-то из вас только сейчас найдет свой путь и поверьте плутон шестом доме работы дает просто невероятную трудоспособность 11 июля меркурий планета передвижений входит ваш знак дорогие львы практически до конца этого месяца и меркурий конечно же даст вам новые знакомства много общения новые идеи новые возможности а также желание очень много и везде говорить о себе это хорошее время и для обучения и для поездок и для дальних путешествий кстати многие львы вот именно после 11 июля могут поехать в отпуск ну а если вы ищете работу то обязательно в это время ходите на собеседование и рассказывайте какой вы замечательный работник не стесняйтесь себя рекламировать 17 июля произойдет новолуние в вашем 12 доме прошлого тайн завершение уединения и какой-то важный этап же вашей жизни подойдет концу многие львы захотят уединиться отдохнуть могут раскрываться какие-то тайны и появляться новая тайная деятельность и это новолуние поможет вам что-то отпустить отпустить что-то в ваше прошлое закончить то в чем давно уже было пора поставить точку вы можете навести порядок в вашем внутреннем мире в жизни в течение месяца но это новолуние сильно повлияет на тех львов кто родился с 21 по 25 июля остальные львы пока могут вообще не заметить это новолуние а вот переход кармических лунных узлов заметят все львы узлы меняют знак 17 июля на ближайшие полтора года до января 2025 года я постараюсь сделать об этом отдельное видео а пока ось кармических лунных узлов переходят знаки овен и весы и конечно же ставит перед каждым из знаков зодиака определенные задачи которые связаны с вашим будущем и второе направление этого астрологического события это задача что-то отпустить отпустить в прошлое закончить поэтому вам придется дорогие львы с чем-то расстаться для того чтобы двигаться дальше 23 июля солнце ваш управитель перейдет ваш знак и начнутся ваши дни рождения с чем я вас сердечно поздравляю для вас это по сути новый год только астрологический поэтому смело загадывайте желание на предстоящий год и пусть в этом году будет много ярких путешествий планеты будут вам помогать очень важный период для вас поскольку вы засияете еще ярче солнце вас высветит ведь солнце это звезда королей по совместительству ваш управитель дорогие львы и венера планета любви и планета денег 23 июля еще добавит энергии ваш первый дом все что касается вашей личной жизни самореализации имиджа начнет вас волновать больше обычного особенно любовь которые родились первую декаду знака это до 31 июля а там где солнце там ваша энергия там где венера там радость праздник удовольствие любовь причем венера с 23 июля развернется в свое ретроградное движение что конечно же может вновь возвратить в вашу жизнь бывших возлюбленных или бывших партнеров кто-то вернется к старому стилю в одежде к старой прическе перекрасит волосы как когда-то главное не делайте первичные косметологические операции поскольку результат скорее всего вам не понравится и что-то придется переделывать в любом случае венера добавит вам шарма привлекательности что поможет вам закрутить и курортный роман или вернуть людей с которыми вы когда-то расстались и 28 июля меркурий перейдет ваш второй дом денег дорогие львы и присоединиться к марсу конечно обе эти планеты дадут вам много активности много различных дел поездок трат оформление документов может появиться новая идея для заработка но это будет период когда вы можете много работать что соответственно и повысит уровень вашего дохода но все это будет происходить уже в августе вот такой месяц ожидает вас дорогие львы удачи вам и до встречи на моем канале